В субботу копичане вместе с жителями еще 865 городов мира писали тотальный диктант. Общественная акция охватила 19-часовых поясов на шести континентах. На Урале она началась ровно в 13.00. Это очень интересная акция. Я всегда любила русский язык. Решила спустя уже много лет после окончания школы проверить свои знания, еще раз понять, ухудшились ли мои знания русского языка, ну и потянуть, может быть, где-то. В который раз уже будете писать тотальный диктант? В этом году я второй раз участвую в тотальном диктанте. В прошлом году я получила четверку, в этот раз я хочу получить пятерку. Пятый раз уже. Ну не хочу я быть неграмотной. Поэтому пишу и потом вот эти все ошибочки себе выписываю и уже запоминаю. Но все равно надо даже и в таком возрасте быть грамотной, знать русский язык, свой родной. А с автором сегодняшнего диктанта уже знакомились предварительно с его стилем? Нет, нет. То есть вы не знаете, для вас будет сюрприз? Да. Я вообще-то много читаю, но вот этого автора нет. Я еще не читала и не слышала. В тотальном диктанте участвую уже четвертый раз, но как организатор. А писать буду именно впервые, потому что наконец-то акция стала более отлаженной. И теперь уже не нужно тратить много сил на организацию. Тотальному диктанту уже более десяти лет. Впервые акция прошла в Новосибирске. А наш город привык к ней в 2014 году. Организаторами тотального диктанта в Копейске тогда стали общественная молодежная палата и центральная городская библиотека. Четвертый год подряд тотальный диктант проводится в Копейске. То есть мы начали его проводить в 2014 году. И компания как раз тогда была партнером. И все эти годы мы продолжаем выступать партнерами этого мероприятия. И на самом деле радостно то, что сейчас уже это мероприятие проводится не только в библиотеке, но и на других площадках. То есть в этот раз уже пять площадок. В том числе и в двух поселках. Это поселок Горняк, поселок Старокомышинский. Мы действительно очень рады. То есть акция набирает обороты, она уже встала на рельсы. В этом году диктаторы, так организаторы называют «Штецов», декламировали произведение Леонида Юзефовича. Приветственное слово автора прозвучало для участников тотального диктанта в самом начале. Я написал текст тотального диктанта о трех городах, с которыми связана моя жизнь. И о трех реках, на которых эти города стоят. Это моя родная Пермь и река Кама. Это город, где я был офицером, где прошла часть моей юности Улан-Удэ и река Селинга. И, наконец, это город, где я живу сейчас. Это Санкт-Петербург и Нева. Первый абзац, красная строка. Все красные строки я вам говорю. Первое предложение читаю, слушаю внимательно. Когда с левого берега Камы, на котором лежит моя родная Пермь, смотришь на правый, с его синеющими до горизонта лесами, чувствуешь зыбкость границы между цивилизацией и первозданной лесной стихией. Текст, в принципе, другой. Текст прошлого года был юмористический, написанный детским автором. В этот раз текст написан Леонидом Юзефовичем, товарищем с еврейскими корнями. То бишь, у текста, в принципе, другая направленность. Она, в частности, краеведческая. Мы пишем вторую часть про город Пермь. По словам филологов, этот текст более легок для восприятия. Он подчинен правилам русского языка и практически не содержит авторских знаков пропинания, в отличие от прошлогоднего. Насколько копичане справились с заданием, станет известно 12 апреля, когда оценки будут размещены на официальном сайте тотального диктанта. Их объединяет.